Вы когда-то задумывались над тем, почему учителя восточной мудрости постоянно говорят в безумолку и не дают ничего сказать искателям. Будда говорил на протяжении более чем сорока пяти лет. Иисус говорил до того момента, пока он не покинул свое тело. А те, кто не являются искателями, они не понимают и они уходят, прекращают этот путь. Задавались ли вы вопросом, почему так происходит? Все тексты доступны, переводы доступны на все языки. Можно купить любой текст, прочитать и все будет в порядке. Но тем не менее каждый учитель говорит, нет, пожалуйста, посещайте занятия, учитесь, изучайте, учитесь. И Город же уже нам говорил, что он со своим учителем был в течение более чем двадцати шести лет. И он постоянно его слушал и учился у него. So when you ask this question, you can make the difference between studying the text by yourself and listening and learning from a teacher. Если у вас возникает такой вопрос, то тогда вы можете проверить, в чем разница между изучением, самостоятельным изучением текста и изучением восточной мудрости у учителя. Если вы изучаете текст, то он дает вам определенное интеллектуальное понимание и мотивация у вас здесь немножко иная. Вами движет ваш импульсивный ум. Take one example. In one text it says Om Padme Hum Namah. When you chant this mantra, you will be liberated. Например, в одном тексте написано, что если вы будете повторять мантру Om Padme Hum Namah, то вы обретете освобождение. И тогда вы начинаете повторять эту мантру, а через несколько недель вы расстраиваетесь, что результата нет и вы прекращаете. You attend the Vipassana course. Once you attend the Vipassana course, it is done. Now you are awakened. Why you go back again and again? Why the problem is not solved? Или если мы посещаем Vipassana, то если мы посетили курс, отсидели курс Vipassana, то мы должны были уже пробудиться. Но почему так не происходит? Почему нам снова и снова нужно возвращаться к занятиям? Все методы, все практики, все учителя велики. I am not criticizing anyone. И выражение никого не критикует. And still we don't find a change in your life. Но все равно мы не замечаем никаких изменений в нашей жизни. So when you study the text, you are anxious, you are impulsive, your habitual mind is studying the text to extract the knowledge. Когда мы изучаем текст, то наш беспокойный, импульсивный ум, который действует по привычке, пытается извлечь из этого текста знаний. And when you are listening and learning from a live teacher, it is the transmission of a knowledge. Когда мы слушаем, занимаемся с учителем, то тогда происходит передача знаний. Как пример можно привести, когда учитель устраняет сомнения. So the teacher of the Eastern wisdom is all for your praise, your appreciation. Why? Because we all are made up of the real self. And when you study the text, your mind tries to find a solution from the impulsive nature of anxiety, of suffering, of duality, of fear, of reaction. Когда же мы изучаем текст, то наш ум пытается найти решение исходя из собственной двойственности, из собственного беспокойства, из собственного страдания. Мы замечаем, что учитель что-то сказал, но ум отвлекся, и нам необходимо вернуть ум обратно. И если мы заметили, что мы что-то пропустили, то тогда мы должны переслушать учителев записи. And the last reason is very important. Every teacher of the Eastern wisdom perceives you as you are full of real self of the nature of peace, happiness, love, truth, and wisdom. И последнее очень важное, то что каждый учитель воспринимает нас, учеников, как истинное Я, природа которого мир, любовь, счастье и мудрость. In one of the Upanishads, it is said that the teacher outside, there are two reasons. One reason the teacher outside is representing your essential nature of peace, happiness, love, truth, and wisdom. And second reason, that teacher, which is known as a guru, is basically an epitome of knowledge. It has nothing to do with the physical body, it has nothing to do with the name and the form, or the beard. It has basically has to do with the knowledge. Вторая причина заключается в том, что учитель – это воплощение знания. Учитель или гуру – это не тело учителя, не его физическая форма или имя. Это воплощение знания. Мы можем иметь другую точку зрения, это будет наш выбор. And the most important thing that, based on the individual and the group, he customizes, he personalizes the same principles which has been told again and again. И, что самое главное, что учитель, в зависимости от конкретного ученика или от конкретной группы, настраивает учение, те же самые принципы настраивает для тех конкретных людей, которых он учит. А теперь спросите себя, практиковали ли мы шанти-мантру регулярно по утрам и вечерам? Если мы выполняли, то все равно нам есть еще чему учиться, есть что узнавать. А если мы не практиковали, то тем более. Which a book cannot help you by self-study. И книга здесь не поможет нам в процессе самопознания. Now, if your mind was impulsive and habitual, you did not do the practice even for 10 minutes in the morning and before going to the bed, let us think of it and reflect on it. А если наш ум был импульсивным, действовал по привычке и он не выполнял практику хотя бы в течение 10 минут утром и перед сном, то давайте задумаемся и поразмышляем над этим, почему так случалось. Гурджи нам раскрывает свои секреты, как он нас обучает и говорит, что у нас есть время на то, чтобы сходить в туалет. Мы не пропускаем никогда эту церемонию. Но, тем не менее, у нас нет времени для того, чтобы регулярно выполнять практику. You can give me one million excuses. All the excuses means your mind is not ready to find your real self. И мы можем привести миллионы различных оправданий, почему у нас не получилось, но каждое из этих оправданий, все они вместе означают лишь одно, что наш ум не готов к познанию истинного Я, изучению, открытию истинного Я. Your mind has a time to hate and to react, to be anxious, to be frustrated with someone. But you don't have a time, even for 10 minutes in the morning and 10 minutes before going to the bed. Why? Because you forget. Why you forget? You are in ignorance. Why there is an ignorance? Because of the impurity of the mind. You have time to worry, to react to someone or something. And then we say that, okay, like you are not teaching the way I wanted, I have to realize that you are not teaching the way I wanted. И потом мы говорим, Горджи, что я ведь хочу познать истинное Я, я хочу ощутить его, пережить его, а вы не учите как это сделать, вы чему-то другому нас учите. И что же делать в таком случае, Горджи? И наш ум сейчас может сказать и пообещать, что да, я буду теперь регулярно выполнять практику, но все равно ум все еще не убежден на 100%. So I give the Shanti Mantra, Sarve Bhavantu Sukhina, may all be happy, Sarve Santu Niramaya, may all be healthy, free from the illness, Sarve Bhadraani Pashyantu, may all be blessed and have a grace, There should not be any suffering in the world, including me, Om Shanti, Shanti, Shanti. The mind is not convinced, the teacher has to find another way to inspire your mind. Но ум все равно не до конца убежден, поэтому учитель должен найти иной способ, как вдохновить наш ум. So remember the word in English bliss, B-L-I-S-S. Your mind may remember the word bliss and then you will sit in the morning and before going to the bed. Наш ум может вспомнить это слово, то есть такое ключевое слово, которое ум может вспомнить, и тогда мы попрактикуем с утра на кровати сидя. So this Shanti Mantra has 4 parts, and the fifth one is Shanti, Shanti, Shanti. So the bliss also has 5 letters. B means benevolence. Kindness, compassion, happiness. И тут давайте по буквам разберем этот bliss. Первая буква Б это доброжелательность, это благосклонность, благополучие, доброта. Б. Can you remember during the day when you are in anxiety, stress, can you remember benevolence? Why? Because I'm happy, my nature is happiness. Why I have an anxiety? You question in your mind. И можем ли мы вспомнить в течение дня, когда мы испытываем какой-то стресс, какие-то проблемы, беспокойство, можем ли мы вспомнить это слово «без» и первую букву «б», которая означает доброта, доброжелательность, и вспомнить, что наша истинная природа – это мир, любовь и счастье, так почему же я сейчас нахожусь в беспокойстве? And the second letter is L – liberation from illness. Вторая буква там L – liberation в переводе освобождение, освобождение от болезни. There is a 95% of mental and emotional illness which causes the anxiety, reaction, duality, and a conflict. 95% – 95% of all illnesses, you mean? Yeah, accounts for mental and emotional illnesses. You have diabetes, you have taken the pill, and your mind says, okay, now it will be controlled. But now you are in anxiety, that continues from morning until evening. Look at this mental illness. Если вы больны диабетом, например, то тогда вы назначили вам какое-то лекарство, вы его принимаете, и ум говорит, что все под контролем, теперь мой диабет под контролем. Но если наш ум находится в беспокойстве, то это беспокойство продолжается постоянно, и мы не можем его контролировать. Третья буква I, она означает, ну, некое такое понимание, понимание добра. И это нам говорит, что пусть будет благословение всем. You have anxiety, duality, conflict, stress, suffering, fear, failure, frustration in relationship to the world. And what you are saying, let grace and the blessing fall upon each and everyone. Мы находимся в стрессе, в беспокойстве, что-то у нас не получается, мы расстроены, и в это время мы говорим, пусть благословение не зайдет на всех. So I have to think in this way. I'm simply saying, you start thinking during the 10-minute practice every day. Город же нас вдохновляет начать таким образом думать в течение этой 10-минутной практики ежедневно. Но ум настолько наш наполнен всевозможными загрязнениями и пребывает в своей, как сказать, животной природе, что мы не помним, что это нужно сделать. Четвертая буква, там, С, она в переводе означает «бытие свободное от печали». Это означает, что и во мне, и во всех нас есть нечто такое, что всегда свободное от печали, на что печаль не может повлиять. И пятое, последнее буква, слово «близь» тоже «р». И пятое, последнее буква, слово «близь» тоже «р». Олицетворяет слово «шанти». И шанти – это такая безмятежность. И это означает, когда мы говорим шанти, мы трижды говорим. Первое шанти относится к известному нам миру. Второе шанти относится к миру, который нам неизвестен. А третье шанти относится к моему истинному я, ко мне. Каждый из нас сам для себя. Он может сказать, выполняет ли он практику ежедневно, утром и вечером. Если мы действительно выполняем эту практику регулярно, хотя бы в течение недели, каждый день, то тогда в течение дня наш ум нам будет напоминать, если моя истинная природа – это мир, любовь и счастье, то почему я сейчас расстроен или обеспокоен? И если мы выполняем практику регулярно, тогда мысли, чувства и эмоции умеют, они меняются и ум обращается к тем методам, традиционным методам очищения ума, о которых нам Городжи много рассказывал. А если мы не регулярно практикуем или не практикуем, то этого не произойдет. Какие из нас думают, что это не работает, несмотря на то, что Городжи каждую неделю постоянно нам об этом рассказывает, но это не работает? Так вот, такие мысли являются причиной нашей неудачи. Городжи не будет каждого из нас экзаменовать и спрашивать, выполняет ли каждую практику ежедневно или регулярно, но он отвечает здесь на тот вопрос, который может созреть у каждого из нас. Вопрос, почему я уже столько практикую и столько слушаю времени, но ничего не происходит. Это первая причина, которую Городжи нам назвал, и теперь вторую причину нам назвал. Первая причина, даже 10 минут на практике, что я не делаю. Почему? Я имею десятки ошибок. И все ошибки просто рассказывают, что вы глупо. Вы не хотите понимать. Мы не практикуем, потому что у нас есть множество различных оправданий, но каждое из этих оправданий лишь указывает на наше собственное безумие, чего мы не понимаем. Я знаю, что некоторые из вашего мозга может быть думает, если я скажу, что может быть счастье, как счастье придет. Городжи знает, что кто-то может подумать, если я буду постоянно говорить, пусть будет счастье, то каким образом это счастье вообще придет, где здесь связь. Но Городжи говорит нам нужно именно так делать, повторять это. А мы в ответ отвечаем, а почему, если я это буду делать, то как это счастье придет. И Городжи сейчас отвечает на этот вопрос, каким образом это произойдет на практике. В общем, это внимание, как вы думаете, что вы ведете? your life and responding to the situation, events, relationship, your personal, professional, social life, mind has created a set pattern. And in that set pattern, there is also an anxiety, duality, fear, frustration. When you do this 10 minutes of the practice, you start breaking up. And then you are ready for the six conventional methods of purification. У нас есть уже сложившийся образ жизни. В этом сложившемся образе жизни мы имеем определенные паттерны, шаблоны поведения, реакции на события, ситуации, людей и так далее. И эти шаблоны поведения, они связаны с нашей двойственностью, беспокойством, страхом, фрустрацией и так далее. Если же мы начинаем выполнять практику, то это разрушает, она разрушает шаблоны поведенческие. Тогда мы начинаем меняться. Мы понимаем? Did you understand? Say yes. Если поняли, отвечайте да. Then say I will forget to do it. Say yes. А теперь скажите, что мы забудем выполнить, что нужно выполнять эту практику. И тоже отвечайте да, да, забудем. И то, и другое, да. Хорошее, да. А теперь скажите, что я буду делать. Рассказываем, что я вижу, что вы видите, что вы выявили, что выявили, что выявили. Это – это психический, менталый, менталый и менталый, менталый и менталый. In order to break this pattern, I have to do something, and that is what I am asking you to do the practice, 10 minutes in the morning and in the evening. Давайте такой пример берем. Мы кого-то видим, и наш ум расстроен или обеспокоен. Это и есть привычный шаблон поведения, паттерн поведения. Для того, чтобы избежать такого шаблонного поведения, изменить его, город же и предлагает нам регулярно выполнять практику. А кто-то хочет, сразу перейти к самому простому методу, и в этом методе не нужно даже 10 минут ежедневной практики. Соглашайтесь. Соглашайтесь. Ум каждого из нас не должен зависеть, на него не должно влиять никакая ситуация, никакой человек, никакие отношения, и наш ум каждого из нас должен постоянно пребывать в осознанности. Вот это и есть тот метод. Promise to your mind that you are not at all influenced by anything, any person, any relationship the moment you wake up until you sleep. That is the easiest method. Давайте пообещаем себе, что с этого момента нас не будет влиять никакая ситуация, никакой человек, никакие события, и это и есть самый простой метод. There is a tree, and you say how ugly the tree is. You are influenced by the tree. The tree is neither ugly nor beautiful. Вот, например, растет в себе дерево, мы проходим мимо него и говорим, какое уродливое дерево. О чем это говорит? Говорит о том, что наш ум на него повлияло, это дерево. А само по себе дерево, оно ни красивое, ни уродливое. You allow the mind to be influenced. И наша реакция такая означает, что мы позволили дереву повлиять на наш ум. So the easiest method, don't get influenced. И исходя из этого, самый простой метод, это не позволять ничему влиять на наш ум. И здесь можно дерево заменить на наших любимых, на родных, близких, на родителей, на детей, на каких-то иных людей, на ситуации, на события и так далее. Did you like the easiest method? Can you do it? Всем понравился этот самый простой метод и готовы ли мы ним воспользоваться? Если кто-то действительно может так сделать, чтобы не допустить влияние ничего на свой ум, то такому человеку не нужен никакой традиционный метод очищения ума. What is the first line of the mantra? May there be happiness for all. But now your mind is not influenced by any event, person, relationship outside. Your mind will remain aware. But your mind says, may there be unhappiness during the day. Какая там была первая строчка мантры, пусть все будут счастливы. И если мой ум постоянно находится в осознанности, то тогда он будет постоянно желать всем счастья. Но если осознанность теряется, то тогда в течение дня возникает состояние несчастья. So your mind, at present, because of the habit, impulsive nature, it is repeating unconsciously, may there be unhappiness for all, may there be illness for all, may there be a curse for all, may there, may everyone continue to suffering, to change that pattern, I have to do the practice in the morning and evening. Наш ум, который действует неосознанно и по привычке, он там глубоко на подсознании говорит постоянно, повторяет другую мантру. Он говорит, пусть кто-то будет несчастлив, пусть кто-то заболеет, пусть кто-то страдает и так далее. Это постоянно продолжается, и мы этого не осознаем. Для того, чтобы это поведение ума изменить, этот его поведенческий паттерн изменить, Гурджи предлагает нам заменить эту неосознанную мантру на Шанти мантру. Did you understand? Все ли это поняли? Say yes, again I'm pointing Armen, it does not mean Armen everyone. Гурджи сейчас как пример Армена приведет, но это не значит, что то, что он говорит, относится только к Армену, это ко всем относится. If I have understood, it means I follow a discipline and I start doing it regularly. What happens when I start doing it regularly? That is a mental discipline. Если я говорю, что я понял, то тогда я буду следовать этой дисциплине. Мой ум будет следовать ей регулярно, это и понимается под самодисциплиной ума. So you are looking at a person, your impulsive mind, because you reacted to that person. Mind says, may there be unhappiness for all. You are chanting the mantra, may there be happiness for all. These two thoughts in the beginning will vibrate and ultimately by regular discipline, your mind will move. Here, what I have to do with a person, why I should be unhappy with a person? Your mind will reveal that wisdom until then I have to do the practice. Итак, мы встречаем какого-то человека, который нам не нравится, и мы начинаем подсознательно включать манту. Пусть все будут несчастны, включая этого человека. А если мы практикуем регулярно, то тогда наш ум будет повторять другую манту. Пусть все будут счастливы. И когда та вторая мантра держит верх, то тогда у нас будет такое прозрение. А до того момента нам нужно продолжать регулярно заниматься практикой. Все ли это поняли? Если поняли, кивайте да. I am a teacher. You have to say yes to everything. Курджиш тут учитель, поэтому нужно во всем с ним соглашаться. I will not do the practice. Say yes. Мы не будем делать практику. Скажите да. Теперь мы видим, что вы следили за момента. После недели, два, три, три, два, три. Depending на уровень выявлены. Теперь вы испытываете самую ситуацию. Охминь. Похминь. 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 Мы выполняем регулярно практику в течение одной, двух или больше недели. Тогда что случится, если мы вдруг встретим человека, который нам не нравится, на которого мы реагируем? Тогда наш ум напомнит нам о том, что нужно в этот момент вспомнить о мантре, пусть все будут счастливы, и тогда мы отстранимся от нашей реакции на этого человека, наш ум останется расслабленным и спокойным. Кто-то скажет, да, теперь я точно не буду никакой такой практики делать, я же ненавижу этого человека, с какой радостью мне и не апсел. Do you have that thought? Кому-то приходят такие мысли в голову. So the impurity has taken the shape of a big ego. Если да, это означает, что наши загрязнения не обретают форму огромного эго. Армен говорит, что эго не дает мне выполнять те вещи, которые... хороши и правильные для моей жизни. Мы здесь пытаемся понять, что мешает нам выполнять регулярно практику. Когда мы выполняем регулярно практику, это нам помогает уменьшить наше эго. Помогает нам... Эмоционал, как вы говорите, эмоционал... Эмоционал upset, you move into the emotional poise. Ну, помогает нам перейти к более положительным эмоциям, к спокойствию. И тогда мы понимаем, что имелось в виду под самодисциплиной минтальной. So the first thing was clear understanding. Second was regular practice. And then we continuously assess ourselves. And that assessment results into my anxiety drops down, my fear and the frustration drops down, my mind is now not easily influenced by the outer events and the people in the world outside. I am ready for applying the conventional methods for purification that will result into the highest level of purification. Итак, первый шаг был ясное понимание, второй шаг это регулярная практика и третий шаг это самооценка. И в результате этой самооценки мои беспокойства, страхи, расстройства не уходят. И ум не так сильно влияют внешние ситуации, люди, события. И тогда мы готовы к тому, чтобы применять традиционные методы очищения ума и они действительно приводят к очищению нашего ума. Но если чей-то ум говорит, что не буду я выполнять эти традиционные методы очищения ума, научите меня самому наилучшему методу. То такой человек просто не сможет выполнить наилучший метод очищения ума. Should I tell you the highest method of purification of the mind? One word, self-inquiry. И если кто-то помнит, а в чем он заключается, этот наилучший метод очищения ума, он в одном слове заключается, самопознание. Tell me, can your mind associate the word self-inquiry with the purification of the mind? The answer is no. How can you purify the mind? Может ли наш ум как-то связать, привязать очищение ума к самопознанию? И ответ будет нет. But why? Но тогда таким образом мы можем воспользоваться этим методом, если мы его не понимаем. But why? Почему? Because I did not follow the conventional methods of purification of the mind. My mind is not relaxed and calm and aware to link, to associate, to be ready to understand the self-inquiry is the highest and the strongest method of purification of the mind. Почему? Потому что я не выполнял традиционные методы очищения ума, и мой ум недостаточно спокоен, недостаточно расслаблен и осознан для того, чтобы связать очищение ума с самопознанием и понять, каким образом они связаны. И тогда он не сможет применить этот метод. Я все понимаю. Это значит, что я все не так понял. Я все понимаю. Это значит, что я все не так понял. древний метод. Он не сможет применять стоматологическую метод陽у. Он не сможет применять стоматологическую методику. Он не стремительно мать. Первои шесть шагов восьмеричного благородного пути Будды полностью связаны с традиционными методами очищения ума. И после этих шагов человек становится искателем, он говорит, Он говорит, я хочу практиковать медитацию, учителем говорит, садись, закрой глаза и сосредоточься на дыхании. И такой ученик сразу же погружается в осознавание дыхания. Но наш тот ум, который полон загрязнений и действует по привычке, именно не мы, а наш ум, он говорит, не буду я выполнять эти традиционные методы, я хочу сразу самый лучший метод применить. Но как же мы можем преуспеть в наилучшем методе, если мы до сих пор не преуспели даже в традиционном? Все ли понимают? Понимание, можно как бы с двух сторон на него посмотреть. Можно неправильно понять. Это тоже форма понимания. Поэтому, когда мы говорим, что мы понимаем, город же не знает, в самом деле, что именно мы помним. Все поняли, что неправильное понимание, это тоже форма понимания. То есть, есть две формы. Есть ясное понимание и неправильное понимание. И то, и другое, это форма понимания. That I leave on you. Но это, город же, на нашей совести оставит. И так мы возвращаем к наилучшему, наивысшему методу очищения ума. Это самопознание и в восточной мудрости нам нужно выполнять, следовать определенным шагам для того, чтобы заниматься самопознанием. То, если я не follow conventional методом для пирожи, то то, что надо делать с самопознанием. То, если я не следую, то, что если я не следую, то, что я не следую, то, что я не следую, то что я делаю. Но если я не занимался традиционными методами очищения ума, то тогда мой ум не понимает, какое отношение самопознание имеет к очищению ума, и мой ум говорит что-то вроде такого, что я большой начальник, я очень богатый, моя жена безумная, я собираюсь с ней развестись и снова жениться. И такие мысли не дают мне практиковать самопознание. Мы ничего здесь не сделали, если мы так размышляем, мы ничего не сделали для познания себя, мы лишь утверждаем то, что мы уже знаем. So you see the conventional methods, it develops a mental discipline, it purifies your emotions, it settles in your mind. The method, I have to keep myself away from the influences of the world, you raise your level of awareness, you have conceptual understanding of the Eastern wisdom, and then you are ready for the highest method. Итак, традиционные методы очищения ума, что они нам дают? Они в первую очередь дисциплинируют наш ум, затем они очищают наши эмоции, затем они позволяют не поддаваться влиянию окружающих, окружающего мира, они позволяют поднять уровень осознанности и они позволяют на концептуальном уровне понять восслышанную будрость. А что нам дает наилучший метод очищения ума самопознания? Он напрямую атакует самую главную причину моего гнева, моего раздражения, моей ненависти и прочих негативных эмоций. Он помогает углубить наше понимание этого мира, который полон страдания, и он позволяет поднять уровень осознанности. То есть, что мы сделали в первую очередь в начале, когда мы начали путь к пухну. of the mind, the master said, you may perform all kinds of action. We are doing an action in the conventional methods of purification, so it helps to minimize the occurrence of anxiety, duality, fear, and that helps me to raise my level of awareness, and that awareness can take me to the highest method of self-inquiry that we will start from the next week's session. Итак, как Грубля уже говорил, эти традиционные методы очищения ума, они позволяют минимизировать беспокойство нашего ума, минимизировать все негативные эмоции, поднять уровень осознанности для того, чтобы мы были готовы к самопознанию, то есть к наивысшему, наилучшему методу очищения ума, о котором мы поговорим на следующей неделе. Итак, у нас остается целая неделя для того, чтобы все же начать регулярно практиковать, и оценивать, есть ли у нас после практики какие-то изменения. Если никаких изменений не наблюдается, то напишите об этом в городе, он обязательно ответит. Спасибо. Спасибо безопасное. Спасибо. Спасибо.